Привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч. Я очень и очень, ребят, за вами за всеми соскучился. Вот, и я планировал выпустить, вот сейчас там идут уже цикл лекций, которые я вам обещал. Вот, и я пытался, ну, думал вот потом-потом зайти как бы с упражнениями, но меня очень чешется уже самому как бы начать заниматься. И поэтому я вас вот приглашаю на такую вот кухню, да, на которой вы уже видели там нижнюю асаны. Вот, но давайте теперь познакомимся теперь с теми упражнениями, которые мы будем делать вот наверху. И я, конечно, хочу к вам обратиться. Мне вот, понимаете, что Творец вот дает такую форму подачи вам информации, вот. И, наверное, так и правильно, потому что то, что я вам буду показывать и то, что вы будете делать, для этого не нужно не ходить ни на какую там йога-студию, да, достаточно иметь там кухню, вот, где все твои спят уже или еще спят, понимаешь. То есть вот это такое на одного мужичка упражнение, которое ты можешь там делать до определенного момента, там не делать, делать, в общем, сколько ты хочешь. Вот, но все, что тебе нужно, нужно вот такое пространство небольшое. Вот у меня, значит, несколько очень хороших, конечно, как всегда, новостей. Я вот переехал, у меня появилась такая замечательная кухня. Но, ребята, очень и очень жарко, это просто бипец. У меня вот сейчас плюс на улице плюс 8, у меня вот батарея там за мной, я стою, она просто раскаленная. Вот, и вот постоянно открыты окна. Но проблема все в том, что вот как только я открываю окно, у меня вот здесь прямо напротив находится православный храм бруклинский. Вот, и здесь такой, как бы, такой, прям как петербургский такой, такая колодец, что ли, получается, куда смотрят окна всех вот домов, получается такой четырехугольник. И там очень-очень слышно музыка, вообще, все, что у всех тут происходит. Вот, поэтому я, чтобы там не шокировать людей, которые, по-видимому, живут близко к православной церкви, и, значит, ну, они там как-то вот, значит, тут, решили тут жить, в общем, там, мантрами я закрываю окно. Поэтому мне жарко. Вот, у меня лицо красное, в общем, сейчас будет на видео, потому что, в общем, мне жарко. Ребят мои, давайте мы вместе с вами пройдем, вот, по всему, что происходит. И я вам, как обычно, по нашей традиции расскажу, что тут будет. Вот, ребят, давайте мы должны работать с плечевым поясом. Вот, выберите себе место на кухне, мужички, вот такое вот, что-то там люстру не разбабахал. Я тебе хочу сказать, что если ты хочешь заниматься, то поменяй люстру. Вот, не ленись, а поставь люстру нормальную, чтобы ты ее не сбил кулаком. Вот, и давай мы будем делать такие упражнения, ребятки. Я забыл потом еще додонницу сделать. Вот, это сурьица, обычная сурьица, вот так вот ручки. Водишь, 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 и плечевой сустав себе подвижность сохраняешь, дружище. Потому что я работаю, делаю вот снимки всем этим богатым чувачкам, понимаешь, которые там в теннис играют и рвут себе все вот эти вот связки. Вот, поэтому, ребят мои золотые, пожалуйста, мы должны постоянно, постоянно держать наши мышцы плечевого пояса в том тонусе, который нам нужно. Нам нужно работать с мышками, пожалуйста, вот где-то на таком расстоянии, где мышка, вот так вот воспитывайте свои мышцы. У вас должны быть мышцы активированные, те, которые вы используете ежедневно, в каждой жизни, понимаете. Там включайте, выключайте, вешайте, там пальто, что-то достаете. Понимаете, вот эти мышцы и тренируйте. Вот, все это желательно делать на задержке дыхания, чтобы ваши мышцы были, то есть обладали не только силой, но еще и выносливостью. Вот это очень простое упражнение, которое мне тантрики, мне подарили кундалинчики. Вот, когда ты на вдохе делаешь 50 взмахов руками в одну сторону, потом на одном вдохе, потом делаешь перерыв, делаешь очистительное дыхание, и потом на 50 в другую сторону. Вот, в этом упражнении желательно держать под 90 градусов свои ладошки вот к предплечиям. Вот, у меня не получается, потому что у меня там куча травм и все такое прочее. Держать. А вы пытайтесь вот держать очень-очень-очень. Вот, и спина должна быть очень прямая. И вот эти вот все мышцы плечевого пояса, ребята, которые там за день у вас вот такие все скрюченные, понимаете, отработаны от компьютеров, они просто все вот так вот распадаются. Все, сделали очистительное дыхание, снова глубокий вдох, все, задержали и 50 разиков в другую теперь сторону. Вот так вот, оно тут все горит, оно все хочет там, чтобы ты его пожалел, перестань мучить. Нет, дружище, это твое тело. Твое тело должно тебя слушаться, понимаешь? Это не ты, это твое тело. Ты за него в ответе. Это как твой щенок, как твоя собачка, понимаешь? Если ты будешь его вот так вот воспитывать, тренировать, оно тебя будет спасать и будет тебе помогать жить в твоей жизни, понимаешь? Если ты будешь кормить щеночка майонезом постоянно там на хлебе, то во что превратиться? Вот, занимайся, пожалуйста. Все, выдох, вдох, очистительное дыхание. Смотри, какая красная морда у перча. Ребята, правда, очень жарко, очень жарко. Вот, но не забывайте, что во время этих упражнений вы вот покроетесь испариной такой. Вот это вот и есть первое благословение Шивы. Так, на вдохе, на вдохе мы задержали вот так вот руки и весь плечевой пояс у нас просто напряженный. Весь просто. А потом мы раз отпустили, но только отпустили кисти. Держим весь плечевой пояс, поняли? Очень сильно отпускаем только кисти. И потом на выдохе, на ха-выдохе, выдохнули. Все, вдох, сделали, если хотите, очистительное дыхание. Все, внимание вот сюда вот на предплечье, потому что именно здесь вот происходит вот этот жар, агнетатва именно там наступает. Второй разик делаем на вдохе, оп, и медленно-медленно тянем вот эти напряженные мышцы просто к себе. Вот все, установили их. И теперь отпускаем только кисти, кисти отпускаем. Ребята, вот это упражнение я прошу вас научить и делать дедушек и бабушек, потому что это упражнение против паркинсона, болезни паркинсона. И детям обязательно давать, потому что эти упражнения дают вот такие вот маленькие очень микродвижения пальцами, которые дети потом могут там подделки делать и быстрее развиваться от этого. Так, еще разочек делаем, наверное, да? Да, и третий разик. Смотрите, ребята, обязательно палец, чтобы вы сжимали вот так вот, чтобы только не пережимайте его, пожалуйста, потому что пройдете связку. Вот, подтянули, 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 сила, сила. Это все на задержке мы делаем, ребята, вы поняли? Оп, отпустили, 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 подняли, отпустили, подняли. В этом случае вот здесь вот в предплечьях, потом когда вы выдохнете, сделаете новый вдох, появится такое ощущение горячее, приятное такое. Вот, вот это вот та самая жар-йоги, агни-татва, которую вот вы можете тут вот сейчас получить и начать ее чувствовать, а потом уже в процессе остальных упражнений уже чувствовать там в других местах. Вот, все, мы сделали вот эти все, почувствовали, перч показывает, да, да, конечно, ему там приятно, да, хорошо. Вот, ребята мои, приготовьте палку, вот приблизительно чуть-чуть побольше, чем у перча, вот подойдет какой-то там любая швабра, между прочим, я вам хочу сказать. Вот, только, чтобы она была не пластмасс, не полая внутри, вот эту нормально деревянную такую швабру пойдите, купите и присоединяйтесь, ребят мои. Все, что мы делаем, мы ее просто ломаем, рвем или жмем. Вот, поэтому желательно иметь короткую палку, потому что ее прикольно сжимать, вот потому что в таком случае там упираются в болевые точки. Все, на выдохе, ребята, пытаемся эту палку сломать со всей силы. Все, и держим период времени, когда у вас нету в легких воздухах, со всей силой. И медленно выходим с вдохом. Все, очень простой секрет. Вот, вы на вдохе отдыхаете, голова у вас пустая, потому что кровь отливает оттуда. На вдохе вы уходите вот в такую осану, в позу, вот, и со всей силы удерживайте ее. Не забывайте делать мулабанху, потому что надуете себе там геморрой, потому что вы с очень сильным напряжением сейчас работаете. Вот, и это упражнение можно делать не обязательно квадратным, пранаямой, да, можно, хоп, сдержать в какой-то момент, какой вы хотите, как долго, как вы хотите себя испытать. Вот, а потом медленно выйдете из этого состояния, и вы получите вот это ощущение агнитатва, но оно будет разливаться под тем мышцам, которые были задействованы вот в удержании вот этой вот асаны. Вот, смотрите, я хочу остановиться чуть-чуть вот на вот этой вот асане, да, когда вы, для чего, ну, прикольно иметь палку, на самом деле, короткую, а не швабру, потому что в таком случае вот здесь, вот здесь, ребят, у нас находятся такие болевые точки, вот попробуйте там, да, и в таком случае, когда вы выполняете это упражнение, вы еще получаете такие просто, как электрические такие заряды, которые такие идут по вашему телу, да. Вот, плюс не забывайте, что вы это все выполняете в период, когда у вас в легких нет кислорода, нет воздуха, а значит и нет крови, вот, и кровь должна куда-то уходить, и она, конечно, отливает сюда вот в нижние конечности, поэтому вы напрягайте и голеностоп тоже, ваши мышцы, голени должны быть напряжены, вот, вы можете вот как сейчас становиться на цыпочки или там делать какие-то упражнения, одна нога к другой, правая нога к левой, но всегда вы должны вот не забывать, что кровь будет отливать из легких и устремляться куда-то, вот, поэтому ваши мышцы здесь напряжены, кровь сюда не идет, мышцы там напряжены, кровь туда не идет, кровь будет заходить в внутренние ваши органы, вот, и превращать ваши там печенку в эластичную молодую печень, потому что туда будет приходить кровь уходить, там сосуды будут увеличиваться чуть-чуть, это все версеральные органы будут участвовать вот в акте принятия крови от дачи, вот, все, работаем дальше, ребята, вот, вот, опять, очень простая мы работаем, потому что каждая мантра, у каждой мантры есть свое там продолжительность, вот, на этой мантре у нас поет дядечка, потом поет хор, там, поет дядечка, поет хор, поет дядечка, поет хор, поет дядечка два раза, а потом идет такой длинный-длинный проигрыш, вот, и в этот период времени, ребята, вы каждый сами можете подключиться вот к этому пению, вот этого, этой мантры, я, кстати, вот ее вам презентую, потому что это мантра, которая звучит при входе вот в те пещеры, где перч с вами сидел, да, тогда, в общем, в медитации, у надхов, вот, ребята, мы рвем палку, смотрите, мы ее разрываем, рвем, 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 в это время ноги тоже не забываем, все, выходим, и вот это вот, мы работаем, ребята, с палочкой, в общем, вдох, не забывайте, что на вдохе у вас расслабление, вот, а на выдохе максимальное, максимальное, ребята, напряжение, в таком случае, вы, выполняя любую асану, любое удержание, позы, без воздуха внутри, ваших легких, гарантированно не дает крови приливать к голове, так, как приливают к голове у, там, тяжелоатлетов, которые поднимают вот эти вот тяжелые какие-то объемы, у них в голове, там, просто вены страшно красные такие, я вам клянусь, у меня лицо сейчас красное, не потому, что кровь приливает, а потому, что я поднимаю уровень, во-первых, углекислого газа, у меня сосуды там расширяются, вот, во-вторых, правда, у меня очень жарко, я закрыл окно, чтобы не шокировать, я совершенно уверен положительных православных крестьян, которые, видимо, живут в этом доме, вот, ребят, моя такая, тоже работка, вот, не забывайте, не забывайте, не забывайте работать, вот, крест-накрест таким, вот, потому, что в таком случае у вас туда-туда вот назад выгибается осаночка, понимаете, чтобы вы работали, сидели на работе, и у вас спина была прямая, понимаешь, чтобы ты не горбился там свои 45 лет, потому, что у тебя должна быть прямая спина, все, смотрите, смотрите, ребята, вот еще, что мы можем делать, очень, кстати, осано очень серьезное в плане удержания, вот, чуть-чуть наклонитесь, да, вперед, ноги к ногам, и вот так вот пытайтесь палку сжать, как бы, и вот эти, смотрите, огромное просто количество мышц участвует в удержании асаны, вот, в этой вот, и она очень легко удерживается, и, вот, из выхода, и из нее можно выходить очень легко, без опасения, там, порвать какие-то связки или еще что-то, и в этот можно получить очень-очень серьезное вот это вот ощущение, вот это вот, которое вы получаете, если долго-долго вот высиживаете в асане, без воздуха, а потом на вдохе вы получаете вот это вот, праноимические такие вот эти вот эффекты, все, ну, и там, давай, за папу, за маму, за шиву, вот так вот, флаг шивы перч держит, все, нога к ноге в это время идет, ребята, нога к ноге, он нам чего, он нам чего, давай, вдох, получите заряды к пран, получите, распишитесь, вот, и давай в эту сторону тоже, православным людям и тем там тоже отдадим, чуть-чуть там, в ту сторону, все, нога к ноге, ребята, не забываем, мы все время держим улабанху, ребята, чтобы не нагнать себе геморроя, все, работаем, держим, 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 удержание, сила воли, тренирование своего тела, ты, ты владелец своего тела, ты его владыка, понимаешь, твое тело бросает курить, бросает пить, твое тело вообще слушает тебя, как слушает собачка, понимаешь, и корми ее, и радуй свое тело, так как оно его заслуживает, дальше тебе не обязательно делать, то, что перч там делает, понимаешь, я сейчас прохожу по всем вот этим вот точкам, которые с, как бы, чакрическим, да, называю их чакрами, понимаешь, это все такие вот эти вот те же самые болевые точки, которые ты на теле можешь найти и попробовать, вот, допустим, на волточке, да, вот они, они там где-то два с половиной пальца ниже пупа с правой левой стороны, все больно, конечно, больно, вот так вот больно, конечно, больно, понимаешь, твое тело должно понимать, кто тут хозяин, вот, и потом, конечно, получить от этого бенефит, ты только, пожалуйста, все вот эти вот упражнения, которые я сейчас делаю, делай с очень большой осторожностью, пожалуйста, пожалуйста, не рви сердце, обязательно мулабанха в каждом, в каждой просто все начинается с мулабанхи, ребята мои, все, вторая рука обязательно, первая выходит, все в этих, вот этих вот работы по чакрам, у тебя одна рука обязательно, первая ты ее бросаешь, потому что ты находишься в таком сильном напряжении, и у тебя во всех асанах руки, последние выходят из асан, вот, поэтому у тебя должна быть одна рука, которая вышла из асана и придержала, потому что живот расслабляется, а вот плечевой пояс еще нет, понимаешь, в таком случае ты должен придержать руку, потому что она со всей силы же давит на самом деле, понимаешь, я же не шучу, я здесь правда давлю со всей силы, поэтому мне нужно выходить, вот это вот очень упражнение, осторожно, ребята, делайте, я вас очень прошу, очень прошу, вначале поделайте там капалабхати, вот эти, которые я вам показывал, с джаланхарой, с открытым ртом, вот, а после этого выполнять вот эти все упражнения, это очень вот эти опасные, да, вот это вот самое опасное, а вот это тоже опасное, потому что очень легко можно там соскользнуть, это такое место, у меня там, наверное, не знаю, там что-то, какая-то, наверное, косточка там, поэтому мне там удобно делать, но вы можете очень легко соскользнуть, поэтому одна рука пусть удерживает данду, понимаете, пусть удерживает данду, вот, еще я тут пропустил, конечно, еще там несколько таких точек, очень известных, с которыми можно работать дандой, вот, ну, в основном, в общем, прошелся по, по вот этим, во всем основным точкам, вот, и в конце, конечно, ты как бы задаешь вопрос телу, гэй, что у тебя там, где-то что болит, и у тебя внезапно тут простреливает какая-то там, а, вот у меня здесь проблема, и ты ее, хоп, там, вот так вот, к ногтю, и все, и пошел работать, или там танцевать часов шесть, в ночной клуб, понимаешь, вот, потому что все эти упражнения, они не придают тебе силу, дружище, они придают тебе выносливость, потому что в твоей жизни современной, в сидячей, когда ты сидишь там перед какими-то камерами, понимаешь, перед какими-то мониторами, что ты там делаешь или пишешь, тебе не нужна сила, тебе нужны мышцы, которые будут выносливо держать твое тело, в правильной позе, понимаешь, вот, и он нам, чего у нас есть такая возможность, мы знаем, как это делать, вот, приперся, приперся перч, и на кухне тебе показывает, как это делать вообще, просто без хождения на какие-то там йога студии, вот, потому что, в общем, все, пусть йога студии эти закончатся, ребята, так что давайте, помогай, пересылайте это, видосы своим друзьям, и давайте, ребята, начинайте уже работать, вот она кухня, делайте, что хотите на ней, понимаете, то ли, в плане, то ли утром, то ли вечером, все, давайте, ребята, ом нам щивом, это, я потом вам покажу, то есть, наши упражнения, то, что мы будем с вами делать, потом мы решим, в какое время, да, скорее всего, будем делать в 11-15, по моему времени, по-бруклински, вот, вот сейчас вот перч, там пошел, слушайте, я очень выгляжу ужасно, у меня вдруг какой-то огромный нос появился, ну, потому что я болел, вы представляете, все, ребят, давайте, мы будем делать упражнения, вот как у нас будет нижняя йога постоянная, вот эти вот асаны, которые мы с вами делаем, они будут постоянные, а вот эти вот верхние йоги, верхние наши апы, мы будем работать с дандой, вот, мы будем работать просто с диафрагмой, мы будем работать с различными, там, мышцами, вот, и мы будем работать, мы будем, ребята, с вами изучать, так называемые 10 простых пранаян, это такое вводное упражнение в пранаяму, которое предложил миру такой человек, как Шри Ягендра, вот, и, ребят мои, это упражнение, которое придает грудной клетке эластичность, вот, потому что не забывайте, ребят мои, что ваши ребра, они грудинета, не гвоздиками прибиты, понимаете, а тут есть суставы, вот, если вот этот сустав, и вот эти суставы у тебя работают, у тебя рука подвижная, значит, ты и эти суставы должен не забывать, держать в подвижности, иначе они начинают у тебя костенеть, они начинают у тебя болеть, вот, то же самое относится к ребрам, которые крепятся у тебя, твоему позвоночному столбу, там тоже суставы, поэтому тебе обязательно нужно в твоей сидячей вот этой вот жизни возле компьютера упражнения, которые бы делали бы эластичность твоей грудной клетки, понимаешь, и объем легких чуть-чуть бы тебе повышали. Все, дружище, хореом я запускаю, то есть вот следующее будет уже просто с музыкой присоединяйся, делай до какого-то момента, прости за вот эти вот залихватские перчевские выпендрежи, которые тут перчи иногда себе позволяют на радости, вот, а радости много у меня, потому что вы представляете, какая прекрасная, замечательная у меня вообще кухня, на которой мы можем делать наши видео. Я вас приглашаю, ребята, пора вставать, все, хватит, наелись, напились, там, напробовались вот этих колбас, ставидов, давайте-ка, ребята, давайте выходить мы на кухне, и вместо того, чтобы слушать там какие-то видео про политику, заниматься, ребята, собой, своим духом, своей силой воли, потому что только сила воли победит, ребята, все, только ваша победа над вашим телом, понимаете, даст вам возможность контролировать ваше тело, вы можете заставить твое тело, есть или голодать, то ли пить, то ли терпеть, понимаете, есть вот это, не есть это, я уже вообще не говорю про курить и наркотики, все это, ребята мои, можно спокойно бросить, если у тебя есть достаточно силы, воли, ом нам, шивом, говорю, я подразумеваю, что, конечно же, сила воли, это одна из самых сильных сил, которая ведет тебя напрямую к шиве, и второй раз говоря, ом нам, шивом, я говорю, справедливость, справедливость существует, все правильно, ребята мои, все, ом нам, шивом, очень рад, я слушай, у меня такая, вот, и я подсоединился, наконец же, к вай-фаю, слушайте, я, еще же вот почему я подсоединился к вай-фаю, я думаю, что же я наделаю так много видео, а потом не смогу их отправить, и я правда не мог отправить видео, потому что у меня был только мобильный интернет, мобильный вот этот вот, да, и я через хацпад отправил только вот эти маленькие, коротенькие видео, которые я сделал у Кришнадас, а вот это там 20-минутное пение, рагу, я так и не смог отправить через мобильный интернет, а мне пришлось нести компьютер на работу, и там подсоединяться к какому-то там леденящему сердцу, очень медленному общественному компьютеру, там, и там оплодать это 28-минутное видео, там это все, у меня целые там 8 часов я этим занимался, потому что это офис, понимаете, вот, и теперь, наконец-таки, ребята, я подключился к 5G Wi-Fi, все, начинается новая жизнь, ребята, я, наконец-таки, в общем, с вами, летят куча лекций по философии, и, ребята, мы начинаем упражнение, все, ом нам щивом, пока.